На фоне последних событий в Израиле торги на фондовом рынке ведутся с падением цен. По последним данным, курс доллара продолжает расти 3,94 шекеля. Укрепление американской валюты может вызвать рост цен в стране за счет подорожания импортируемых товаров. По мнению экспертов, это может также повлиять на решение Банка Израиля по процентной ставке, которая ожидается 23 октября. Министерство финансов Израиля сообщает об обеспечении непрерывного бюджетного реагирования в дни боевых действий. Накануне в ведомстве прошла специальная оценка ситуации под руководством министра финансов. Было отмечено, что война окажет существенное влияние на экономику. Оценка проводится тщательно и профессионально с учетом высокой неопределенности, которая царит в отношениях развития событий и характеристик. По предварительным подсчетам, одна неделя военных действий обойдется Израилю примерно в 3-4 миллиарда шекелей. Это примерно 1 миллиард долларов. На войну нужно быть готовым и в социальном плане, и в экономическом плане. То есть война, как говорят многие политики, это зрелищное удовольствие. Не каждая страна может вести войну. Для этого нужно много денег. Устойчивая экономика, социальные сферы и другие сферы должны быть устойчивы, готовы по всем последствиям. Если посмотреть на другие экономически развитые страны, то у них валюта по сравнению с долларом очень понижена. Например, Япония со своей мощной экономикой. Можно увидеть, что валюта не такая уж устойчивая, но экономика развивается. Развиваются и другие структуры. Четкого влияния именно на валюту, то что экономика на высшем уровне и валюта должна соответствовать этому, нет такого определения. Продолжение следует...